Здравствуйте, это наш Новосибирский диалог и я Вячеслав Горчаков. В Новосибирских домах начинают всеобщую перепись жильцов, чтобы узнать, сколько на самом деле живет человек в квартирах без водосчетчиков и избежать перерасхода воды на УДН. О своем опыте расскажет управляющий ТСН «Тихий центр» Олег Шурпик. Олег, здравствуйте. Сначала о самой процедуре подсчета жильцов, то есть фактически проживающих в квартирах, где нет счетчиков. Действительно ли теперь посчитать этих самых фактически проживающих жильцов стало проще, чем раньше? Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, уважаемые зрители. Да, действительно, процедура упростилась. Если до Нового года требовалось присутствие сотрудников полиции, управляющей структуры, собственников, то сейчас, в принципе, весь подсчет можно осуществлять по головам только одной хозяйствующей структурой. То есть, как это выглядит? Ну, как это выглядит? В основном берется кто-то из собственников обязательно, чтобы было подтверждение, один-два человека. И, собственно, обходим, спрашиваем, если в квартире никто не открывает, то, соответственно, у соседей пытаемся узнать, кто проживает, сколько человек. Насколько я знаю, сейчас еще разрешили считать не по числу проживающих, а по числу собственников в нулевой квартире, так называемой, где никто не прописан. Да, это тоже один из моментов, который нам помогает и убивает, так сказать, скандалы. Потому что мы говорим, вот у вас на двоих человек квартира, мы вам двоих тогда и пишем. Вот интересно, какие рекорды у вас были? Рекорд на моем доме, скажу, 11 человек в квартире проживает, до сих пор проживает, а зарегистрирован один. По этой квартире он согласился оплачивать за 11 человек. То есть ваша цель, я так понимаю, просто убедить поставить прибор учета в квартиру? Да, поскольку правительство нас убедило поставить приборы учета общедомовые, теперь наша цель это привести учет к общему знаменателю. То есть понимать, сколько ресурсов расходует квартира. И для этого, естественно, в каждой квартире должен быть счетчик. Сколько удалось сэкономить в результате вот этого подсчета по головам, вот этой переписи? У меня есть бумаги, вот тут можно посмотреть, что до того, как мы посчитали собственников, у нас ОДН составлял на квартиру 42 метра, по горячей воде 64 рубля 87 копеек, по холодной воде 40 рублей 62 копейки. После перерасчета у нас мы пришли к цифрам минус 9 рублей 35 копеек, соответственно, по горячей воде и минус рубль 53 копейки по холодной воде. Что означает эти минус 9 и минус 1? Минус 9 и минус 1 означает, что нам как бы еще должны остались тем, но это распространяется только на тех, у кого есть счетчики. Остальные платили по нормативу. И за счет вот фактически проживающих жителей, которые раньше пользовались ресурсом, но не оплачивали его, те, кто установил счетчики, начали экономить. А вам не показалось, что когда люди узнали, что именно управляющая компания будет оплачивать перерасход норматива по ОДН, они вроде как даже позлорадствовали. Дескать, ну и пусть платят, это коммерческая компания, вот и свои прибыли пусть и берет. Но что касается товарищества или кооператива, откуда здесь взять прибыль? С чего будете оплачивать перерасход? Возвращаемся к учету. Если учет будет выстроен грамотно, то и перерасхода, скорее всего, не будет никакого. Просто надо покопаться в цифрах, посидеть, посчитать. И я думаю, что все найдется. Все найдется. Ну, а по поводу тех, кто злорадствует по управляющей компании, я еще не знаю ни одного случая, когда управляющая компания что-то заплатила бы из своего кармана. Вы поймите, управляющая компания, она нацелена на получение прибыли. И поэтому ничего платить за собственников из своего кармана не будет. В любом случае это все ляжет на собственника. Это просто надо отдавать себе в этом отчет и не надеяться на какие-то чудеса. И если все-таки суммы начинают расти и они вас не устраивают, то тогда я рекомендую инициативной группе идти в управляющую компанию, брать калькулятор, запасаться терпением и времени и считать, считать, еще раз считать. Потому что чистая математика. А как вы думаете, вы достигли предела экономии по воде, например? Мы не можем достигнуть пределов экономии по воде по одной простой причине. Потому что счетчики сами как таковые, они не позволяют экономить воду. Счетчик это прибор, который позволяет нам учесть ресурс получаемый и проанализировать наш расход. Чтобы начать экономить, нужно модернизировать узлы. А вы как-то между собой, между товариществами обсуждаете вот эти нововведения и что с ними делать? Мы сейчас открыли сайт и форум, где собираемся как раз вот эти проблемы обсуждать и приглашаем всех присоединиться к этим обсуждениям. Поскольку я знаю, что во многих товариществах работают достаточно серьезные профессионалы, которые могут помочь разобраться. Так что мы приглашаем всех к обсуждению, также приглашаем профильные министерства, то есть дать нам комментарии по этому вопросу. Я думаю, что в ближайшие месяцы все начнет как-то приходить к общему знаменателю. Но пока ясности конкретно по цифрам, с которых ввелся расчет, нет. Они основные. Ну подождем, пообсуждаем. Спасибо большое, удачи вам в работе. Спасибо большое. А я напомню, своим опытом борьбы с перерасходом воды в доме делился управляющий ТСН Тихий Центр Олег Шурпик. Это был наш Новосибирский диалог. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин